И сегодня Александр Логинов у нас в гостях. Александр, здравствуйте. Ну и расскажите, пожалуйста, как отпуск удалось ли уже отдохнуть? Здравствуйте. Да, ну, отпуск, как обычно, протекает плавненько. Уже успел съездить с семьей отдохнуть. Посетили Арабские Эмираты, побывали две недели, позагорали. В общем, в целом остались довольны. Сейчас уже, так скажем, близится время уже подготовки к новому сезону. То есть хоть завтра на лед уже, в принципе, готовы? Ну, я уже нет-нет. Так вот позавчера посетил первое занятие на льду. То есть физическую форму надо поддерживать. Наверное, спокойнее подходить к сезону, когда знаешь, что остаешься в клубе и что ничего менять не нужно. Ну, безусловно, когда у тебя есть контракт действующий и тебе востребованы, гораздо спокойнее работать, готовиться к следующему сезону и, так скажем, ставишь себе новые цели, задачи. И для, так скажем, успешного выполнения этих задач максимум усилий прилагаешь еще и летом. Ну, вот в течение двух последних недель Салават Юлаев объявил о заключении новых контрактов с игроками, расторжения старых, с теми, кто уже перешел в другие клубы. И так получилось, что вы оказались единственным уфимцем в составе уфимского клуба. Вот эта ответственность на вас дополнительно не давит уже? Ну, я бы не сказал, что она давит. Жалко, что из уфимских остался только я в команде. То есть мы с ребятами, все, кто с Уфы, поддерживаем хорошие отношения. Ну, и, соответственно, если играешь в одной команде, тем более приятнее. Ну, такова у нас судьба хоккейная. Сегодня дома играешь, завтра можешь в другом клубе играть. Для этого надо себя проявлять, чтобы остаться на следующий сезон. То есть вы готовы постоять за уфимскую школу хоккей? Буду максимум усилий прилагать для этого. А в целом результатом прошлого сезона своим довольны? А лично своим? Я скажу, что, наверное, даже более чем доволен в связи с тем, что лично для себя я установил много рекордов в своей карьере в плане показателей, полезности плюс-минус и гол плюс пас. То есть, ну, для меня это впервые в карьере. Так поднял я себе планку, буду стараться ее держать. Расскажите, пожалуйста, стало ли для вас неожиданностью приглашение в слова «Тюлайф», потому что начинали твой сезон в Екатеринбурге? Ну, здесь все банально просто. Еще прошлым летом у меня была возможность перейти в клуб. То есть разговоры были такие с Леонидом Владленовичем, генеральным менеджером. И вроде как бы все утвердилось, но в последний момент определенные обстоятельства, регламенты не позволили мне перейти. И, то есть, я немного этому факту, так скажем, расстроился, но в силу некоторых обстоятельств в начале сезона у меня не совсем все гладко пошло в автомобилисте. И получился такой обмен с возвращением домой. Ну, и этому событию я очень обрадовался, и мне это подстегнуло, так скажем, на подвиги какие-то. Все-таки вот эта результативность с завершением регулярного сезона тоже, к сожалению, сошла на убыль. Вот в чем причина, опять-таки, что в плей-офф? Ну, у меня не такой большой опыт игры в плей-офф в КХЛ, в связи с тем, что играл я в командах, которые не попадали в плей-офф. И в этом сезоне у меня действительно появилась возможность проявить себя в плей-офф. Но, как оказалось, все-таки игры в плей-офф – это немножко другие игры, они отличаются от чемпионата. И здесь все, что получалось в чемпионате, оно многое не проходило уже в плей-офф. В связи с этим я старался больше, так скажем, играть от обороны, приносить пользу команде. А вообще клуб устраивает или хотел бы в какой-то другой клуб попасть поиграть? Нет, я думаю, что для себя я уже цель поставил – вернуться домой. Я постараюсь здесь все-таки завершить свою карьеру. Я максимум усилий для этого приложу. То есть, как молодежь в национальную хоккейную лигу съездить нет желания? Она у меня была когда-то лет 10 назад. Такая мечта. И, в принципе, она у меня практически свершилась. Но, опять же, в силу определенных обстоятельств я все-таки туда не уехал. Пока не родился ребенок, наверное, такая мечта была? Нет, тогда я еще не женат был, детей у меня не было. И проблема была, просто визу мне не дали. И сейчас в моем возрасте уже туда ехать я не вижу смысла. А если ехать, то в какую команду? У меня предпочтений нет, я не задрафтован. Я наблюдаю за матчами НХЛ некоторыми, где играют наши российские хоккеисты. Может быть, команд 5, которые мне импонируют. Я бы, может быть, если бы мне предложили, я бы съездил. Но, опять же, в силу возраста, я думаю, что это уже нецелесообразно. Ну, какие команды, например? Ну, например, я бы хотел попробовать Чикаго, хотел бы попробовать Питтсбург Пингвинс. Есть ряд команд, в которые интересно поиграть. То есть, если завтра позвонят из Эдмонтона, уже как бы не вариант. Ну, я думаю, что все-таки, наверное, я останусь дома. А вот для многих, скажем, начинающих хоккеистов, для многих болельщиков Александр Логинов – это такой кумир. А твой кумир кто? Мой кумир, наверное, все-таки с детства был Вячеслав Фетисов, но это из более современных советских хоккеистов. А еще, то есть, я, естественно, как и, наверное, многие хоккеисты моего возраста, смотрели суперсерию 72-го года. То есть, там есть ряд игроков, которые мне импонировали. Фарагулин, Гуськов, то есть, эти игроки, которые… То есть, я и с папой смотрел эти матчи, и мы обсуждали. Он мне много рассказывал про них, то есть, какие качества брать от них. То есть, не просто смотреть и там восхваляться игрой, а еще непосредственно для себя что-то черпать. И все-таки эти игроки, наверное, мне больше импонируют, нежели чем на сегодняшнее время современные хоккеисты. Получилось подчеркнуть или только плакатами развешаны были стены? Плакатов у меня не было, но, так скажем, я очень много матчей посмотрел их, и для себя что-то я все-таки взял. Наверное, у советских хоккеистов было больше напористости, характер у них был жестче, потому что противостоять на то время канадцам – это дорогого стоило. Ну что ж, спасибо большое за очень интересную беседу, и, конечно же, удачи в следующем сезоне и обновлении рекордов. А я напомню, что в гостях у нас был защитник хоккейного клуба «Слава Тюлаев» Александр Логинов.